всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл как обычно говорю в моих руках но в данном случае я на нем катаюсь это под моими ногами starway z10 это 52 вольтовый самокат 18 ватт-часов батарея скорость до 45 километров в час я уверен люди более легкие чем я могут развить даже больше я на нем катаюсь уже около недели ощущения расскажу расскажу конечно плюсы минусы особенности всего здесь хватает первое с чего хочется начать рассказать о том что самокат очень неплохо держит дорогу понятно что 10 дюймовые покрышки надувные разумеется чем они больше тем лучше всякие неровности сглаживает потому что к сравнению скоро будет обзор на за 9 младшей модели этого самоката с такой же мощностью двигателя 600 ватт но там колеса уже будут поменьше здесь 10 дюймовые и на нем комфортно я на нем выезжал на дорогу проверить максимальную скорость ребята я я конечно большему на колесник катаюсь на колесах на моноколесах но и самокаты не обхожу стороной у меня много обзоров на них разных так вот конечно ощущение просто космос у меня таких мощных самокатов которые так хорошо набирают скорость и так хорошо держит дорогу на обзоре еще не было то есть что мне нравится подробно я когда встаю на самокат обращаю внимание что дек очень высоко расположена над землей это большой плюс потому что даже с бордюрных камней разных вот тротуар дорога я конечно не прыгаю с него но я могу свозить и ничего не цепляется а к слову на дне деки есть болты тоже их поэтому все-таки аккуратнее ни разу ничего не цепанул и вот ощущение ты встаешь на самокат у него и передние и задние амортизаторы и ты курок газа поворачиваешь можешь сразу с места рвануть но тогда крепче за руль нужно реально держаться с места рвет просто зверски реально мне есть чем сравнить и самокаты более дешевые они совершенно не так набирают ход совершенно не так себя ведут главное крепко держаться за руль есть три скорости есть бортовой компьютер который показывает и состояние заряда батареи и вольтаж и конечно пройденное расстояние все это можно увидеть нажать на кнопку включения коротким нажатием когда бортовой компьютер уже включен здесь есть и вторая кнопка это выбор режима первая вторая и третья скорость также длительное нажатие кнопки выбор она включает габаритные огни здесь есть подсветка дна и она очень красивая тебя издалека видно это более безопасно особенно на дорогах если конечно есть габаритные хотел сказать габаритный огонь но нет на самом деле задний габарит он пустой снизу два красных диода и смотрится очень эффектно и впереди два диода подсветки фара сразу скажу что фара мне совсем не понравилось от такого но не то что прям сильно дорогого самоката но я ожидал лучший фар единственный здесь есть очень хороший выход есть usb разъем ребята покупаете простой мощный велосипедный фонарь цепляете его суда и подключаете по usb все проблема будет решена фонарь стоит недорого я смотрю реально они недорогие но конечно хотелось бы чтобы штатные средства работали лучше но это честно говоря на единственный недостаток который я дошел это то что в темноте реально с ними на нем ехать стрёмно он освещает небольшой просто участок впереди себя ну и иллюминация остальная зато полный зачет разумеется есть дисковые тормоза и передний и задний когда на них нажимаем загорается стоп-сигналы два по бокам амортизация если спереди это пружина тоже это очень хорошо то сзади настоящие амортизаторы и их видно что они работают и они очень хорошо сглаживают неровности дороги небольшие и на нем комфортно я повторюсь свои ощущения и самое главное то что он хорошо держит скорость когда мы отпускаем курок газа он по накатанной едет очень хорошо вот это наверное говорит о классе самокаты опять же я тестировал более дешевые самокаты этот просто на голову выше единственное конечно если вы спросите меня можно ли на нем просто токаясь ногой ехать у него ход хороший даже выключенном состоянии ребят но дека очень высокая я вам уже рассказывал дека действительно очень высока вы просто устанете это электросамокат весит он 24 килограмма он складной но понятно что просто так каждый раз особенно девушкам например таскать его будет нереально если вы живете на допустим на четвертом пятом этаже без лифта то готовьтесь он тяжелый моноколесо например там есть ручка ты его взял понес как-то не так тяжело самокат же его что сложенном что в таком это просто как огромный чемодан у вас в руках тяжелый это самокат для тех у кого есть лифт либо готовьтесь его таскать но это не очень удобно запас хода запас хода у него до 60 километров но это понятно при идеальных условиях при отсутствии ветра по ровной поверхности легкий райдер по моим ощущениям мне должно этого самоката хватить от 30 до 45 километров по моим на вскидку потому что я проехал около 20 километров по одометру а кстати и ушло половина заряда приблизительно кстати привезли мне его из компании кодрифт самокат был уже на тестах на данный момент у него пробег 230 километров одометр включается кнопка питания коротким нажатием это реально хороший результат нет ни космически не тысячи не но все-таки и самокат в отличном состоянии на нем практически нет следов эксплуатации он не расшатан не болтается единственно ручки обратите внимание ручки также складываются они отвинчивается и потом можно их сложить и вот правая ручка периодически когда по кочкам поедут каким-то она немножко развинчивается мне приходится ее довинчивать я бы честно говоря есть такое слово приколхозил знаете какие-то вот сантехники используют типа прокладок типа каких-то вещей я бы сюда что-то вот так вот сделал но это вот тоже небольшая придирка но это можно решить совершенно точно самое главное ощущение и как он вообще себя ведет руль разумеется подъемный при моем росте метр девяносто грубо говоря мне комфортно на нем стоять учитывая что здесь высокая дека я об этом постоянно говорю она действительно высокая это самая высокая дека из тех самокатов что я тестировал и знаете комфортно дека широкая большая разумеется есть наждак не на всей деке а частями стоишь устойчиво даже в дождик задний подкрылок разумеется от брызг полностью защищает передний то есть все как надо тормоза дисковые но правда мне пришлось подкрутить все-таки самокат уже прошел достаточно больше 200 километров немножко подкрутил что не хватает чего не хватает с бортовым компьютер если с бортовым компьютером разобрались он простейший но он есть и на этом спасибо передний тормоз задний тормоз грипсы удобные мне удобно на них ехать есть круиз-контроль то есть когда вы едете в не например около пяти секунд держим на одной скорости отпускаем и самокат дальше вас везет разумеется нужно еще раз либо нажать на любой из тормозов либо на курок газа и тогда скорость будет сбрасываться так вот единственное не хватает просто сигнала элементарно опять же почему его сюда не поставили для меня загадка просто когда едешь по тротуару но иногда действительно хочется его использовать не смысле что прохожих разогнать нет но иногда бывает ситуация когда сигнал действительно нужен здесь его нет придется докупать отдельно принципе я про него все рассказал еще раз акцент именно на скорости еще раз акцент именно на езде катаюсь я на нем уже около недели если первые дни мне было стремновато он с места рвет очень быстро очень быстро такое ощущение что просто нажимаешь курок газа плавно даже на 1 он тебя уносит очень быстро вдаль и ощущение конечно непередаваемый я разогнал под 40 36 37 38 я чувствую уже все-таки без защиты думаю не дай бог упаду с непривычки я на таких скоростях на самокатах никогда не ездил под 40 а он 45 максимальная реально много я уже конечно сбавляю но ощущение вот наравне с машинами едешь со старта в москве здесь и вот ну ты едешь на самокате а люди на машинах и ты давишь газ едешь конечно классно реально классное ощущение компания кодрифт который предоставил для теста этот электросамокат огромное спасибо у них продажи есть не только разные электросамокаты и не только это фирмы но и огромное количество моноколес ссылку на сайт я оставлю под этим видео посмотрите всегда много интересного у них и цены на этот самокат посмотрите там же что еще могу сказать если я резюмирую итоги то мне единство две все-таки вещи наверно одна основная не понравил две даже три даже первое это конечно очень слабое пятно света при том она никак не регулируется просто включаешь кнопкой подсветку и все вторая мелочь но все-таки отсутствие сигнала и третье немножко развинчивается ручка развинчивается за день за два не сразу в остальном достоинство самоката это хорошая дальность хода неплохая ну 60 понятно это в идеальных условиях говорю тяжелым людям типа меня там до 40 скорее всего будет но все равно это ребята это очень много 18 амперный аккумулятор это круто это конечно скорость это скоростной самокат на котором можно выехать на дорогу включить габариты и вдавить курок газа курок газа кстати удобный я либо его соответственно указательным пальцем держу и круиз-контроль отпускаю либо умудрился еще большим пальцем в принципе удобные руки на тормозах вполне себе комфортно это сам по себе добротный тяжелый самокат он очень устойчив и еще раз повторю он именно когда ты отпускаешь курок газа ты летишь дальше он не тормозит сам по себе то есть он реально держит дорогу хорошо скоро будет обзор самоката z9 чуть попроще колеса поменьше но в принципе это его даже средний брат можно так сказать если вам нравится то что я делаю ставьте огромный жирный лайк подписывайтесь на канал если не нравится дизлайк но лайк конечно лучше конечно подписывайтесь на канал пусть всегда будет много интересного я же как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны с уважением ко всем давид счастливо а вот это эффектно будет подписывайтесь на канал